Здравствуйте! Несколько минут назад открылся 64-й по счету франковский автосалон. Тысячи квадратных метров павильонов, километры переходов между ними, сотни и тысячи экспертов, аналитиков и журналистов спешат заняться своим делом. Поспешим и мы сегодня в нашей программе все полноприводные новинки франкфурского автосалона 2011. Первый стенд, на который мы прибежали после открытия выставки, был, разумеется, стенд Land Rover. Почему? Да потому что самая значимая премьера франкфурского автосалона, значимая для энтузиастов полного привода, состоялась именно здесь. Это концептуальный Defender DC100. DC100 так и расшифровывается. Defender Concept 100 это, как заведено в Land Rover, длина колесной базы 2540 мм. Сколько копий было сломано в интернете, когда туда проникла информация о том, что именно это, возможно, заменит существующий Defender. Но посмотрите, разве это Defender? Ничего общего. Если говорить о технике, то она очень проста. Платформа Т5, которая используется еще в Discovery третьего поколения. Пружинная подвеска, насколько это видно через диски, но так оно и есть. Двигатели, ну, самые разные, сюда можно поставить все, что угодно. И трехлитровый V-образный дизель, и 2,7, и даже какой-нибудь, я не знаю, турбированный двухлитровый мотор бензиновый. Красный крест и красный полумесяц недвусмысленно говорят о том, что эта машина, в принципе, предназначена для того, чтобы быть служебной, чтобы возить какие-то грузы и людей по надобности. Надобности именно служебной. Но интересно то, что Land Rover в проспекте, который выдал журналистам, ни разу не показал эту машину за работой. Если вспомнить предыдущие, там была масса разных вариантов. И буровые установки, и какие-то электрики, и какие-то грузчики. Здесь ничего подобного. В лучшем случае это оператор с камерой. Интересно еще и то, что Land Rover не все выдал в прессу. Второй концепт, который показал Land Rover на французском салоне, оказалась версия Defender DC100 Sport. DC Sport, по сути дела, это внедорожный ростер. Кстати, именно так представляли себе кроссоверы в те годы, когда они только создавались, когда о них задумывались. Это серьезное внедорожное шасси и спортивный кузов. Кузов спортивного ростера или купе. Если DC100 это служебный автомобиль, по идее создателей, то этот, конечно же, целиком и полностью создан для развлечения. Сюда можно загрузить серф, велосипеды, какое-то спортивное снаряжение, и махнуть куда-нибудь на пляж, в горы, да куда угодно. Если та платформа, которая используется в Discovery, позволяет ему ездить по очень свежей дорожи, представьте, как хорошо должен ходить такой автомобиль, такой легкий и достаточно мощный. Вместе, собственно, с самим концептуальным видением нового Defender Land Rover заложил сюда масса интересных технологий. Скажем, камеры, которые распознают ландшафт перед автомобилем. И в зависимости от того, спуск, подъем, камни или что-то такое, или ровная дорога, меняет настройки, ну, в принципе, то, что делает система Train Response только в автоматическом режиме. Согласитесь, оригинально. Кроме того, здесь есть так называемый сонар, ну, эхолот, который измеряет глубину брода, въезжая куда-нибудь в водное препятствие. Владелец Land Rover не должен даже выходить, мочить ноги. Машина сама определит, можно ли там проехать неглубоко, ли там нет ли там камней или каких-нибудь ям. Тоже непростая идея, но она, возможно, когда-нибудь и будет воплощена. Что же до старика Defender, то, по мнению владельцев Land Rover, ему осталось недолго. Тем не менее, за пару лет до своей возможной кончины он тоже претерпел модернизацию. Двигатель, как вы знаете, теперь стоит такой же, как на Freelander, только с измененными характеристиками в пользу лучшей тяги и лучшей работы на бездорожье. Немножко изменился интерьер, в основном элементы отделки. И добавились разнообразные опции комплектации. Скажем, теперь можно заказать на заводе, заказать некую оффроудную модификацию Defender. Это не единственная новость со стендой Land Rover. Сейчас мы поговорим о более серьезных машинах. Серьезных, разумеется, прежде всего, с точки зрения цены. Range Rover проходим мимо, к сожалению, поскольку Range Rover не изменился вовсе. Подходим к Range Rover Sport, который в 2012 году получит, наконец, сервопривод пятой двери. Вслед за Range Rover Evoque. Здесь новые двигатели, новая трансмиссия, как и в Discovery, который в 2012 году, кроме более мощного трехлитрового дизеля и восьмиступенчатой трансмиссии, получил еще и некоторые интересные изменения в салоне. Больше всего бросается в глаза отсутствие рукоятки селектора коробки передач. Теперь здесь кругляш, как в Range Rover, который туда попал из Jaguar. И отсутствие круглой рукоятки переключения Terrain Response. Здесь прикачающиеся клавиши, опять-таки, как в Range Rover. В Range Rover изменилось отображение информации на дисплее коммуникационного устройства, на дисплее компьютера. Все стало немножко более, я бы сказал, лаконично. Но, в принципе, читается неплохо. В остальном же салон не изменился. Возможно, какие-то детали отделки, какие-то элементы, которые вот сразу так и не заметишь. Самое главное, конечно же, под капотом. Трехлитровый мотор и трансмиссия. Восемь передач, это уже серьезно. Правда, как водится, российские пользователи смогут ощутить прелесть более мощного мотора и восьмиступенчатой трансмиссии чуть позже. Разумеется, на стенде Range Rover выставлены все возможные Range Rover Evoque, тест которого вы, наверняка, не так давно видели на нашем канале. Поэтому я не буду останавливаться на Evoque. Надолго побежим лучше в другой зал, где произойдет еще одна интересная премьера. Mercedes-Benz M-класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Компания Mercedes-Benz в этом году празднует 125-летие изобретения автомобиля. Кто, как не Mercedes, может гордиться этим званием? По поводу юбилея было организовано просто сумасшедшее шоу, на котором были представлены несколько моделей, из которых нам интереснее всего вот этот M-класс. Третье поколение M-класса. Несмотря на новый кузов, ML угадывается однозначно. Посмотрите на эту линию, на эту характерную третью стойку. Новые фары, новый капот, новые боковины. Все новое, и все равно это, безусловно, ML. Новая моторная линия, что очень интересно. Mercedes в этом году делает очень большой упор и на экономичность, и на экологичность. Пока представлены четыре мотора, три дизельных и один бензиновый. Скоро появятся наверняка специальные версии. Как всегда, самую мощную отдадут, ну, вероятнее всего, AMG. С моторами Mercedes-Benz, как водится, немного лыкается. Здесь написано 350, а двигатель, на самом деле, не дотягивает до трех литров. Зато развивает почти 260 лошадиных сил. Согласитесь, неплохо для такого дизеля. Вот та машина 250, на самом деле, там мотор всего лишь 2,2. Он гораздо экономичнее. А вот этот, экономичнее предыдущего поколения, почти на 20%. По крайней мере, так заявляют технические данные производители. С каждым новым поколением AMG становится все более и более шикарно. Вот эта версия 350 Blue Tech, которая здесь, в Германии, начинается от 70 тысяч евро. Просто образец шика и комфорта. Здесь обшито кожей все, от пола до лобового стекла. Дерево кажется настолько натуральным, а вполне вероятно, это и есть натуральное дерево, что его вполне можно сжечь где-нибудь в охотничьей избушке, застряв в Альпах во время снегопада. Простроченная перфорированная кожа. На сиденье значок дизайна. Явно поработали итальянцы. Впрочем, наверняка не всем понравится такой стиль, не всем понравится такая цена. Поэтому для любителей настоящего мерседесского стиля, настоящих мерседесских цветов интерьера, есть менее дорогая модель. Ну вот, здесь уже все привычное. И цвет веселенький, и дерево под орех. И, в общем, цена вполне человеческая, каких-то 55 тысяч евро. А вот, кстати, и новый четырехцилиндровый мотор серии Blue Tech. Его объем 2,2 литра. Он стоит как раз на тома Mercedes-Benz ML, который стоит 55 тысяч евро. Этот двигатель, судя по тому, что заявляет технические данные производителя, обеспечивает расход топлива тяжелого ML всего лишь 6,3 литра на 100 километров смешанного пути. При этом он разгоняет машину до 100 градусов час всего лишь за 9 секунд. ML не единственный медорожник, который представлен на салоне во Франкфурте. Здесь есть и кроссоверы GLK, и вот там в уголке притулились GL и бессменный лидер всей внедорожной группы Mercedes-Benz G-класс. И вот он, G-класс, про которого в кулуарах столько слухов о снятии с производства. Но посмотрите, какой интерес к этому автомобилю. Здесь версии станорода едва ли не больше, чем у нового ML. Я не верю в то, что G-класс, который совсем недавно чуть-чуть изменился, буквально нюансно, все-таки снимут. Тем более, что появилась новая версия, версия Professional. Такая версия, говорят, есть на внедорожном полигоне, где-то здесь недалеко от павильона Mercedes. Мы туда сбежим как-нибудь и попробуем протестировать естественные для него условия. Ну, а G-класс, что G-класс? Он остается собой уже почти 40 лет. Одной из самых неожиданных, но я, правда, не могу сказать, что самых долгожданных премьер франковского автосалона стал вот этот автомобиль Peugeot 508 с труднопроизносимой аббревиатурой RX-H. Это полноприводной универсал повышенной проходимости. Интересно не только, что это полноприводной универсал повышенной проходимости, что для Peugeot нетипичное, но и то, что это дизельный гибрид. Притом, не просто дизельный гибрид, а с последовательной силовой остановкой. Дизель вращает передние колеса, электромотор точно так же работает на переднюю ось, а заднее приводство движения исключительно электродвигателем. Кроме традиционных белого и черного французов, которые везде на салон еще и вот ее замечательный шоколадный. Автомобиль забит технологиями под завязку, но самой главной технологией, конечно же, является силовая остановка, которая позволяет добиться экстраординарной экономичности 4,2 литра на 100 километров. Для такой большой машины это замечательный результат. С этим автомобилем Peugeot всеми силами старается показать, что он стремится к премиум-классу, ну или куда-то близко к премиум. Посмотрите, как отделан салон. Кроме того, как я и сказал, масса технологий, систему управления аудиосистемой и бортовым компьютером на центральной консоли. Здесь дверь багажника открывается с помощью кнопки. Здесь руль уже, напоминает, какой-то мультимедийный центр. Под капотом у этого автомобиля, естественно, дизель. 16-клапанный HDI. Мотор, в общем, небольшой, потому что, ну, вся сила не в нем. К нему прикреплен вот такого размера мотор-генератор, который питает аккумуляторы, которые питают двигатель на задней оси. В результате получается экономично, быстро и современно. И от привычных нам Peugeot, и от привычных нам автомобилей полноприводных этот отличается вот такой небольшой рукояткой, на которой написано Гибрид 4. Кроме того, что она управляет режимами работы трансмиссии, как коробки передач, здесь есть еще и положение ZEV, что означает Zero Emission Vehicle, то есть автомобиль без вредных выбросов. Машина едет на электротяге. Как примерно работает силовая остановка 220-го, мы можем показать на примере вот этого распиленного 3008, который является первым в мире дизельным гибридом. Все очень просто. Собственно, дизельный мотор, вот он здесь впереди. Вот это синий, это мотор-генератор, который питает аккумулятор, расположенный в данном случае в заднем свете. Здесь же расположен блок конвертора преобразователя и электромотор. В данном случае он перед передней осью, электромотор довольно массивный и здорово загружает заднюю часть. Вроде бы просто, но сколько лет понадобилось производителям, чтобы дойти до таких технологий и обеспечить, наконец, действительно чистый автомобиль. Французские производители все чаще радуют нас полноприводными новинками. И вполне возможно, в будущем они будут задавать тон в каком-нибудь из сегментов этого рынка. Хотя до лидеров им, конечно, далеко. О них, о премьерах и о лидерах мы расскажем в следующей программе. КОНЕЦ КОНЕЦ